На самом деле, наверное, нам нужно вспомнить, что вся эта ситуация начала готовиться еще ровно год назад, когда начали инициироваться 9 законов про лайки, про запрет в фейсбуке и так далее, и так далее. И вот сейчас я также хочу всех вас тоже проинформировать, я не знаю, кто знает, кто не знает. Сейчас разрабатывается конституционный закон о гражданстве. Этот закон инициируется с нуля. И в этом законе сейчас будет прописываться та статья 50-я Конституция о лишении гражданства. Это уже было опробовано в прошлом году после того, как две правозащитницы принимали участие на конференции ОБСЕ. И здесь собирались группы, которые специально давали пресс-конференции с требованием лишить гражданства этих людей. То есть это уже такая апробация была. И сейчас они ее пытаются узаконить. И основания для лишения гражданства, они очень размытые. Да, там есть очень весомые, веские и нужные основания. Но есть еще такое, совершение действий, угрожающих национальной безопасности. Очень широкие основания, которые можно толковать по-разному. Исходя из того, что мы сейчас видим, под какими предлогами у нас закрывают СМИ, под какими предлогами привлекают к ответственности, да, то мы понимаем, что это широкие основания, там, угроза национальной безопасности. Генеральная прокуратура, МВД и ГКНБ, это три органа, которые будут инициировать процесс лишения гражданства. И правительство будет формировать специальную комиссию отдельным законом, которая будет рассматривать и лишать гражданства, да. То мы понимаем, что сейчас готовится еще одна, скажем так, еще одна угроза против граждан, особенно гражданских активистов, политических деятелей, общественных деятелей тоже. Я думаю, что мы тоже должны сказать и, может быть, отметить это в резолюции каким-то образом, чтобы выразить обеспокоенность. Я также присоединяюсь к Джанару, что на самом деле в регионах очень, конечно, смотрят, смотрят, они пытаются находить в интернете альтернативную информацию, но информации мало, мало. И поэтому надо выезжать в регионы, работать с избирателями, потому что избиратели на самом деле не верят. Они думают, что их будут контролировать, они согласны, они думают, что контролировать их можно и нужно. И вот давление на избирателей, давление на муниципальных, государственных служащих, на учителей сейчас идет неимоверное. И если вы сами, наверное, видели, то сейчас форма номер два и дополнительные участки, о которых сказал Феликс Шенкулович, на самом деле они сейчас представляют такую, ну, очень, не то что угрозу, да, но мы должны обеспокоиться этим вопросом, потому что сейчас в Бишкеке и Ваше созданы дополнительные участки. Это только вот в двух городах. Но формы номер два раздаются вокруг этих городов и заставляют учителей раздавать эти формы номер два, находить людей, которые будут это заполнять. Это означает, что их будут привозить на дополнительные участки и создавать дополнительные голоса. Каким образом мы это сможем отследить? Мы, конечно, отследим. Но исходя из того, что сейчас у нас убрали лимит количества избирателей на одном избирательном участке, то это, конечно, будет очень сложно оспаривать и обжаловать. И я также хочу призвать кандидатов, всех журналистов, да, может быть, нам нужно объединяться действительно и выставлять наблюдателей на все участки в день голосования, потому что только таким образом мы сможем защитить голоса избирателей. Потому что будет очень, сейчас идет очень большая работа. В день голосования это уже будет сложно вообще остановить. Но, возможно, и сейчас вот как раз работа с избирателями и наблюдение в день голосования на каждом участке поможет нам предотвратить многие какие-то подготовленные нарушения на участках. И по поводу давления на свободу слова, я думаю, что на самом деле вся эта подготовка шла к тому, чтобы все понимали, что будут президентские выборы, и это не остановится. Мы понимаем, что сейчас это давление будет усиливаться с приближением к выборам. Это давление на журналистов, на отдельных, оно будет усиливаться. Я думаю, что есть еще, наверное, какие-то еще другие выходы. Я не знаю, я, например, против того, чтобы обращаться к президенту. Вот, может быть, мы все-таки должны тормошить депутатов и побольше каких-то вот таких обращений, заявлений, обращаться к избирателям. Большей частью. Спасибо. Спасибо.